Душа эволюционирует из жизни в жизнь. Мы воплощаемся в разных цилах, в разных родах. Но в каждое воплощение мы идём не одни. Мы идём вместе с кармическими партнёрами. Часть из этих кармических партнёров является нашими родными душами, из нашего кластера душ, с которым мы из жизни в жизнь развиваемся. Часть кармических партнёров из других кластеров достаточно важным является момент узнавания. Потому что для того, чтобы в целом сценарий был выполнен и запланированный опыт был получен, ключевые встречи должны состояться. Поэтому узнаванию посвящена особая встреча, которая происходит у душ уже перед самым воплощением. То есть сначала, после того, как душа пожила, умерла, улетела в мир душ, встретилась там с родными душами, с гидом, обсудили ошибки и всё такое. Потом обучение, потом через какое-то время душа созревает к новому воплощению. То есть она сама осознаёт, какой опыт она хочет пройти, что она в себе хочет развить. И сочетает это с предыдущим опытом и с какими-то кармическими завязками, которые уже есть. Но так или иначе, выбирает всё сама. И так, после того, как всё выбрано, план составлен, согласован, последняя встреча уже перед самым воплощением, с душами, с которыми мы должны встретиться. Она для того, чтобы мы узнали этого человека на земле. Чаще всего люди узнают. Сбои бывают, конечно, но достаточно редко. На этой встрече идёт плотный контакт и запоминание, какой-то акцент, как люди друг друга узнают. Ну, например, какая-то пара, женщина в дремучем лесу заболудилась, а её будущий муж ехал на велосипеде. И у них просто это... Ну вот, у них был акцент запечатлеть вот этот момент, вот этот образ, что вот такой необычной ситуации, или там, да, казалось бы, случайный раз встретились. Момент узнавания. Но это такой пример, может, так себе. Я чуть позже личные примеры собственного опыта расскажу, но пока рассказываю примеры других людей. Итак, какие ещё варианты? Например, договариваются, что для женщины опознавательным знаком будет, что её пригласит мужчина, который плохо танцует, который будет оттаптывать ей ноги. Для неё это будет знак, что это её кармический партнёр. Вы должны понимать, что знаки индивидуальны. Это не значит, что всем, кому оттаптывают ноги на танцах, что это кармический партнёр. Нет, должен быть резонанс, то есть будет что-то необычное. Обычно люди делают что-то необычное для себя. Вот этот пример, о котором я говорю. Мужчина, который оттаптывал женщине ноги, он вообще не умел танцевать, не любил танцевать, никогда не ходил на танцы, но почему-то в конкретный день он взял и пошёл туда. Его как изнутри что-то толкало. Но на самом деле, если чуть-чуть глубже вперёд и забегать, то очень важные мысли могут внушать гиды и кураторы. То есть помогать человеку в очень важных каких-то моментах, они могут внушить определённые мысли, что нужно, что прямо изнутри. И кажется, что... То есть человек, в принципе, осознаёт, если он осознанно, что это не его мысли, но его что-то толкает, что-то изнутри подсказывает, что нужно туда пойти. И он идёт, оттаптывает ноги и встречает. Итак, теперь личные примеры. Для меня опознавательным знаком была дата. Дата рождения. Одним из опознавательных знаков. При том, что я на тот момент не умел анализировать дату. Но я у каждой женщины спрашивал сразу, не знаю почему, спрашивал. Просто у меня такой был интерес. И что вы можете подумать? В очередной раз, когда я спросил, оказалось, что дата такая же, как у меня. И у меня в голове так чёткий резонанс произошёл. И узнавание, и всё. То есть для меня был уже осознанный сигнал, что всё, с этим человеком я должен пройти опыт. Ну, важный какой-то для себя. Далее. А для неё опознавательным знаком было, что я покрасился в чёрный цвет. Чтобы вы понимали, так часто бывает, что в момент встречи опознавательные знаки люди делают такие, что обычно ведут себя противоестественно своим привычкам. То есть я вообще не красился. Считал, что красятся какие-то там придурки. Ну, я имею в виду, если мужчин брать, типа, ну, женщина красится, ну, понятно, да. Мужчина что там, фу, раз и всё. Какое там красится? Ну, как бы для чего? Но я не знаю, что на меня нашло. Ну, вот я захотел единственный раз в жизни покраситься, причём в чёрный цвет. И я покрасился. И потом, когда мы обсуждали, она сказала, для неё это был триггер. Что вот я покрасился, и это её зацепило. Но это зацепило не просто так, а именно потому, что у неё это был опознавательный знак. Далее. Мы встречаемся на какой-то вечеринке, и, как ни странно, у всех бейджики, и у всех там написано, там, паша, маша, там, и так далее. А у меня там имя из двух букв написано, и у неё имя из двух букв написано. То есть, такие два, такие, чокнутые. Да? И... Но на этой встрече ещё... В общем, резонанс был, но мы не соединились после этой встречи. Но был резонанс. То есть, я это запомнил. Она это запомнила. То есть, это было что-то странное. Был момент... То есть, я такой момент, что просто загораются глаза, и какой-то душевный резонанс идёт. Я это не говорю. Это, в принципе, при любых кармических партнёрах это будет. Что идёт душевный резонанс, как будто вы этого человека знаете уже давно. Сразу. Когда тебя видите в первый раз. Далее мы встречаемся в другом месте, на тренинге. Я пришёл в первый день, и у меня была какая-то тоска. Вот я пришёл на тренинг, я понимал, что я туда зачем-то иду. Не точно не осознавал зачем, но вот что я туда зачем-то иду, я в первый день пришёл, и у меня была тоска. И потом я осознавал, у меня тоска, что вот что-то я... что я должен был кого-то встретить, но я не встретил. И на следующий день я даже думал, идти или не идти. Думал, ну зачем мне идти, ну я же никого не встретил. Вряд ли кто-то придёт на второй день тренинга другой, тот, кто на первый не пришёл, а тренинг три дня. Но я с опозданием пришёл. И пришла женщина новая. И у меня сразу случился вот этот резонанс, сразу какое-то узнавание. Такое, о, вот она. То есть, при том, что в первый день я опоздал, а она была, но она ушла раньше. А во второй день всё-таки встретились. И далее. Я вёл себя очень странным образом. То есть, я реально, я это осознанно помню, что я говорил то, что я обычно не говорю. То есть, обычно я вот серьёзный такой, вот что думаю, то и говорю. И всё. А тут я поменялся. То есть, я сейчас понимаю, это было потому, что вот, она была рядом. А для неё опознавательный знак ещё был, кроме того, что я там что-то говорил, то, как я был одет. Она такая эстетка, любит сама красивенько одевается, любит всё красивое, эстетичное, или, по крайней мере, чтобы, ну, хотя бы в целом гармоничный человек был одет. А я обычно надевался на тренинг, ну, как, ну, так, как-то цивилизованно, более-менее симпатично. Но конкретно на этот тренинг я решил так, я одену вообще бесформенный, чёрный, спортивный костюм, такой вот вообще ни по тренду, ни по моде, ну, вообще такой, как бандита с 90-х, вот такой спортивный костюм. А потом на тренинге где-то я ещё сверху снял куртку, а под курткой свитер. То есть, получился вообще вот эти штаны такие из 90-х и свитер. И она потом вспоминает, что не понимает, как она, вот, то есть, вот, как она вот не остановила, да, то есть, такой был резонанс, то есть, это был одновременно, ну, какой-то разрыв шаблона, то есть, такое часто бывает в момент узнавания, то есть, какое-то есть, короче, какие-то парадоксы возникают в ситуациях, в поведении людей, в восприятии людей, какие-то парадоксы. Я думаю, если вы вспомните свои знакомства со своим мужем, там, или с каким-то важным человеком, то вы вспомните тоже какие-то моменты узнавания, по которым вы реально поняли, что это тот человек, с которым мне нужно пройти важный опыт. Самое важное тут резонанс души, то есть, сексуальное влечение, но может быть, ко многим людям, это другое. Тут душевный резонанс, такой вот прям отклик душевный, что человек родной, что ты очень хорошо знаешь, что там с ним тебе хорошо, с ним тебе хочется, там и то, и это, и в общем, вот, это самое главное. Всего самого доброго, любви, счастья, счастья.